В Волжском прошли первые игры «Что, где, когда» среди школьников. Участие в них приняли 17 команд из учебных заведений как самого Волжского, так и Среднеахтубы. Интеллектуальные состязания были посвящены отечественной истории. Первые игры «Что, где, когда» в Волжском начались с того, что в зал внесли «Живую сову» – символ телевизионной версии популярного проекта. Вопросы по истории отечества школьникам составили волгоградские знатоки-эрудиты. Поблажек на юный возраст не делали, ведь истинным интеллектуалам по плечу любые сложности, особенно если правильно работать в команде. Важна командная работа и работа на результат, взаимодействие в команде. Безусловно, важна роль и функция капитана команды, который, наверное, будет отбирать из имеющихся версий ту версию, в которую он верит, как правильную. Еще для успешной игры нужны азарт и динамичность, как и в любом спортивном состязании. По признанию участников первых игр «Что, где, когда» азарта им не занимать. К игре они готовились заблаговременно и были настроены только на победу. Я готовился, ну, довольно усердно, прочитал много разной литературы, ну, конечно же, школьные учебники, что-то в интернете, и, естественно, без интернета сейчас сложно, и, ну, в принципе, вузовские книжки, тоже Ливандовского. Мы пользуемся средствами массовой информации, а также нам помогали учителя, нам искали дополнительную информацию, а также мы смотрели игру саму, потому что как надо знать, как все это делать. В итоге победителями интеллектуального состязания стали шесть команд школьников из Волжского в двух возрастных категориях. Они получили почетные грамоты и кубки игры «Что, где, когда».